МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безопасность на дорогах, профилактические операции, будни сотрудников госавтоинспекции. В эфире городского телеканала программа Дорожный патруль 76. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работы соответствуют проекту. К такому выводу пришли сотрудники госавтоинспекции, проверив улицу Калинина. Участок ремонтируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». 800 метров улицы Калинина в завершающей стадии ремонта. Обустроены тротуары, заменено асфальтобетонное покрытие, установлены бордюры. Сотрудники госавтоинспекции проверяют их высоту и одновременно работу новых светофорных объектов. Все должно соответствовать проекту и безопасности дорожного движения. Ремонт дороги уже успели оценить водители общественного транспорта. «Было очень тут, как на танке. Только на танке сюда можно было заехать. Лучше стало намного, конечно, да». Работы здесь начались в апреле. Подрядчик выполняет их с опережением графика. «Калинина планируем сдать уже недели через полторы. Осталась разметка, знаки и благоустройство». Когда появится разметка, инспекторы еще раз приедут и проверят правильность ее нанесения. «Согласно проектным решениям, здесь горизонтальная дорожная разметка должна быть пластическими материалами, пластичными. Согласно проекту организации дорожного движения по оси проезжей части, у нас предусмотрено нанесение разметки, так называемая двойная сплошная, вот линия разметки 1-3. Соответственно, где места въезда-выезда, там будут разрывы». Сотрудники госавтоинспекции города Ярославля на постоянной основе осуществляют контроль за соблюдением требований в области обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по ремонту уличной дорожной сети города в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Осмотрев объект, сотрудники госавтоинспекции пришли к выводу, что все работы идут в соответствии с проектом и без нарушений. «Безопасность на железнодорожном переезде». Акцию под таким названием провели госавтоинспекторы вместе с сотрудниками с железной дороги. 15 июня – Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Цель акции – предупреждение аварийности и привлечение внимания общественности к проблеме травматизма на ЖД-переездах. Железнодорожный переезд вблизи станции Уткино в Ярославском районе. Поезда ходят здесь через каждые пять минут. Оживленное автомобильное движение. Поэтому внимание сотрудников госавтоинспекции к этому объекту особое. В рамках акции автоинспекторы напомнили водителям о соблюдении правил пересечения железнодорожных переездов. Рассказали о ДТП с участием автотранспорта, пешеходов и поездов и печальных последствиях встречи одни с другими. Вот сейчас вот запрещает сигнал, светофора работает. Шлагбаумы опущены, то есть барьеры подняты. Съехать в данный момент не нужно, правильно? Да, конечно. Не нужно. Все остановленные водители понимают ответственность и последствия при несоблюдении правил переезда железнодорожных путей. Остановка или стоянка на железнодорожном переезде либо проезд через нерегулируемый ЖД-переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами от 3 до 6 месяцев. Я всегда предельно осторожен вообще за рулем в принципе и при пересечении железнодорожных переездов. Сигнал светофора должен быть разрешающий, шлагбаум должен быть поднят и опущены эти штуки. Устройство заграждения переезда в поднятом состоянии, призванных защитить от выезда на пути. Однако бывает, что и это не спасает от нерадивых водителей, которые объезжают барьеры до того, как они поднимутся. Как это произошло здесь с водителем УАЗа в прошлом месяце. Тогда чуть не случилась трагедия. Успевает проскочить опускающийся шлагбаум и приподнимающиеся плиты УЗП. Крайне левая плита. Водитель ударяет машину в плиту, перескакивает ее и, слава богу, дежурный отрабатывает свои обязанности и вовремя его останавливает. К сожалению, водитель был в алкогольном обвинении. Пришлось его вытаскивать с переезда, откатывать машину. Но все остались живы, целы. Поезд останавливать экстренно не пришлось. Всем участникам акции сегодня были вручены тематические листовки, которые будут напоминать водителям о правилах пересечения железнодорожного переезда. Запрещается выезжать на железнодорожный переезд при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме, независимо от сигнала светофора. При запрещающем сигнале светофора, независимо от положения и наличия шлагбаума. При запрещающем сигнале дежурного по переезду, а также если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде. С начала года на переездах северной железной дороги произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6, а двое из них погибли. Во всех происшествиях причинами стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались пересечь переезды на запрещающие сигналы. Сотрудники госавтоинспекции на регулярной основе проводят мероприятия для детей, посещающих школьные летние лагеря. При этом привлекают различные организации и сообщества. В этот раз в гости к ребятам одной из рыбинских школ приехали байкеры, чтобы рассказать о правилах езды на мотоциклах и предупредить об опасностях, которые могут подстерегать на дороге. Ученики средней школы номер 20 с большим любопытством осматривают мотоциклы, которые появились во дворе образовательного учреждения. Байкеры местного сообщества рассказывают ребятам о моделях, предупреждают об опасностях езды на двухколесных скоростных транспортных средствах. Самое главное понимать, что главный враг мотоциклиста это скорость. Скорость и невидимость. То есть в городе ты быстр и невидим. По сравнению с обычными транспортными средствами я имею ввиду автомобили. Потому что разгон мотоцикла и автомобиля он колоссально отличается. Вы разгоняетесь быстрее, чем эта скорость потока и вы просто становитесь невидимыми. Многие из байкеров уже более десятка лет за рулем мотоцикла. Говорят, от ДТП их спасает прежде всего концентрация внимания. Ну и громкий звук мотора. Ты должен смотреть всегда вперед. Часто водители тебя не замечают, поэтому ты следи за троллейбусами, автомобилями, автобусами и всем остальным потоком. Ты должен быть очень внимателен. Впрочем, как подтверждают сами мотоциклисты, водители автомобилей стараются внимательно относиться к байкерам на дорогах. Водители у нас нормальные, они лояльные, они добрые. Они уступят и пропустят. Часто ты едешь в полосе, у нас в полосу помещается один автомобиль и один мотоцикл. Часто очень они видят мотоциклистов в заднее зеркало, они пододвигаются вправо, ты спокойно проезжаешь и никто никому не мешает. Сотрудники госавтоинспекции уже не первый раз привлекают местное мотосообщество к таким мероприятиям. Да и сами байкеры всегда активно принимают в них участие. У нас сейчас в Рыбинске образовалось волонтерское движение представителей байкер-сообщества. Они с удовольствием выезжают с нами на такие мероприятия, рассказывают детям о правилах безопасного поведения, рассказывают об опасностях, которые их подстерегают на дороге и напоминают детям о том, что до 12 лет ездить на мотоцикле в качестве пассажира запрещено. Облюдайте ВВД! Дорожный патруль 76 продолжает свою работу. О ее результатах вы узнаете через неделю на городском телеканале. Соблюдайте правила дорожного движения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова